Теперь Жека решил попробовать на Пакрафте посплавляться. Думаю, тебе понравится, Жек. Мне кажется, он держит по объему воздуха лучше, чем китайская лодка. По крайней мере, как-то это. Он более упругим, каким-то толстеньким таким кажется. Более таким устойчивым. Слушай, так красиво смотрится. Вообще, бомба. Со стороны хоть посмотрю. Весло крепить удобно, не потеряется. Причем в одно движение. Чпок, готово. Там резинка снимается. Да, она хоп вот так, и все. Классная система, простая. Попробую. Я думаю, ты быстро научишься. У тебя все-таки опыт побольше веслами махать. Пускай не такими, но, в общем, сильно не погружать, как я поняла. Слегка-слегка так чух, и пошло дело. Ну все, Жека там проникается духом Пакрафта. Говорит, ему уже нравится. Хотя он только начал. Думаю, через время он только впробуется, как оно что-то. Потому что оно не сразу все понятно. А потом начинаешь понимать, как лучше грести, как держать руки, как весло. Натюрморт прям-таки красивый. Класс, да? Красотеньюшка. Ну что, наливаю маску? Да, наливай. Помидор он подрумянил. Уже подрумянился, да? О, а перец там подрумянился. Вау. Там уже все подрумянилось. Там и баклажаны, наверное, подрумянились. Кстати, баклажаны очень быстро всегда готовятся. Так, все, баклажанчик готово. Дело идет полным ходом. Кстати, Макс, перчатки намочила. Я думаю, это более безопасно сейчас идет. Смотри. Вообще, да вообще. Под своим весом проходит. Вау. То есть, никаких вопросов в том, как оно запечено или нет, там просто быть не может. Да перчинку тоже, я думаю, перчинка. Не, не, пашка еще немножко полежит. Она потверже баклажанчик. Все. Все, мясо тоже готово. Я, как главный мясоед, держу кастрюлю. Да, сколько у нас... Огорел немножко. Да, ничего страшного. Так, ну перчинку. Кто забыли ее там одинокую, понимаешь ли. Ха. Ха. Все готово. Так, начнем. Так, а в сковородочке мы пожарим лучок, в котором шашлычок, мясо было замочено. Все будет использовано. Лук такой, мммм, соевым соусом, там со специями. Это бомба. Лучок. Так что, сейчас будет вкусняшка-вкусняшка. Ням-ням. 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 Она такая голодная, походу. Лук жарим. И еще два пирожка с горохом греются на ужин. Ужин будет шикарный. Я не понял, а какая мыша хлебу грызла? Да, она я. Голодал я. Ну, я мыша голодал. Нормально, я хлеб достаю, и тут все так погрызло. Кто греет с хлеев? Оказывается, Макс. Мыша Макса грызла. Там пирожки малость подгорели, я так поняла. Ладно, так с ним съедим все равно. Все съедим. Хорошо, не получилось. Да нормально. Это мне было. Так вы еще со второй стороны не пожарьте. С этой стороны уже готов. Глянь, аж поджарится. А, красота. Тут помидорчики свеженькие. Так, второй пердошочек. Сейчас хлебушко нарежем. Тут мясо, тут овощи, тут свежие помидорки. И там лучок все жарится. Да все поместится на стой. А, выкрыть можно в этот чар. А, да, да, можно. Высыпать прямо в овощи. Да, в овощи высыпать. Все будет нормально. То есть, такими видами мы сейчас будем ужинать. Афигеть. Да, думаю, какое счастье. Вечер, красота. Слушай, а можно на сковородке просто оставить, Макс. Да просто место на столе. Если поместим, то мы все уместим. Вот это вот, например, сюда. Все, рук идет. Последний элемент нашего сегодняшнего стола. Ням-ням-ням-ням. Все голодные. Наплавались, находились. На, вообще... Так, хорошо. Поживаю. Так. Дай пакет. Ммм-мм. Не пугайтесь. Такую страшную руку показываю. Но это реально вот этот горный загар, так сказать. Сейчас вот кожа среагировала. Вкусно поели. Ну, а я вот оператор опять. Он не должен приподнимать. Он не должен бежать. А Шека моет посуду. А Макс там уже поставил кипяточек на горелочку, на чай. Так что будем пить чай еще. Со сладостями каким-нибудь. Сейчас будем устанавливать внутреннюю палатку. Это у нас получится такая своеобразная тренировка. На случай, как бы вот если бы мы устанавливали во время дождя. Но, как водится, Жек, с тебя там с ног сыпется. Обтуси ноги, пожалуйста. Не на коврик. Ну, какая разница. Ну, да, в принципе, сверху палатка будет. Вот. То есть мы установили вначале верхний тент. А теперь будем устанавливать внутреннюю палатку. Посмотрим, как это получается. Так. Отработка навыков в легких условиях. На возможные будущие. Не очень легкие условия. Так это выглядит. Парни ко мне оба повернулись задницами. Я говорю, картина маслом. Парни повернулись ко мне задницами. Макс, ты очень интенсивно повернулся задницей. Ты можешь как-то полузадницей повернуться? Нет, ну это капец какой-то. Меня даже не слышат. Отсюда иди с ним. О, сразу идут крепления. То есть там. Ну, да, наверное. Главное, вот эту штуку как-то, наверное, не очень удобно будет. Но, между тем, я думаю... Надо вот эти боковушки. Так, все, боковушки сняли. Ну, мне казалось, это самый страшный момент. Все нормально, без проблем идет. Удобно, легко. То есть вот так... Это просто, сейчас идет ливень. Да, да. Быстро тент накинули, как бы. Потому что полностью установка палатки, она, соответственно, больше времени не занимает. Ситуация наша горная. Да, да. Это как в горах мы там установили. Когда мы лужи потом сидели. Лужи. Тряпочкой вытирали. Вот надо было вот так делать. Надо было закрыть, залезть. Не, ну там мы в таких условиях устанавливали. Нам не до размышления было. Да, ну так вот закрыли, залезли. И там устанавливаем. Поставили палатку внутрь. И получилось бы внутренняя палатка сухая. А не то, как у нас там. Покажу тут на улу, как это делается. Сейчас покажу. Ты выдвинь, так сказать, ручонки свои. Вот ты сейчас вот эту петлю заменю на... Вот эту. Здесь отсоединяем. Вот там уже ставим. Эту. Раз. Поднимается всего лишь. Так, где там она? Вот она. Вот она. Это сюда. И во вторую тоже. И во вторую вставляется тоже. Вот так. Хоп. Замечательно. А это сюда. Никаких проблем. То есть вот это вот я делал изнутри, с той стороны. Все. То есть такой вот... Ну и юбку можно нам уже откатывать. Откатывать, да. Вот все. Блин, на ваших глазах. Вообще. Сколько это заняло? Наверное, даже минуты не заняло. Мне хотелось попробовать в таких отличных условиях, чтобы... Все, палатка стоит. Кстати, мы как вот понравилось нам все-таки карематы стелить под внутреннюю палатку, так вот удобнее. Они потом не елозят. Макс, да что же ты так все время стоишь. Они не елозят потом под нами, а вот они там внизу ровненько лежат, не сворачиваются в трубочку, не елозят и... Канюха будет. Тут вообще как король спать. На должном коврике. Королевишна. Королевишна. И совсем не как на огорошине. Да. У нее помимо толстого каремата еще и такой очень толстый коврик. Последние штрихи. Кто-то чем-то бахает вот в той стороне, в которой кто-то отдыхает, не слабо так. Вот это там рыба кишит вообще. Вот это она тут расплодилась. Вроде как угли остались. Или угли. А все равно тянется. И не костер. А вот даже вот эти красные, так сказать, точки притягивают взгляд. Что-то уже укает. Комарики появляются в небольшом количестве. Замечательно. За ночь по крафту вообще ни капли не спустил. Твердый. Хоть бы что и он хорошо держит. Утро. Утро. Соль. Поваренная пищевая 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 специи. Вода питьевая. То есть, ни одного не естественного ингредиента. Все натуральное. Все качественное. Открывашка удобная. И даже рисунки есть на банке. И даже рисунки есть на банке, как открывать. Это вот мы с Максом будем мясной плов кушать. А также у нас с того же магазина Пловер.ru. Есть плов, скажем так, вегетарианский, без мяса. Это для ЖЭКи будет. Плов ташкентский с черносливом. Вот. Это баночка 335 грамм. И здесь находится рис, чернослив, морковь, лук, репчатый, масло растительное, нут, изюм, соль, поваренная пищевая специя. Пищевая специя, так и сказала. Поваренная пищевая, значит, специи, вода, питьевая. Такой состав. Здоровый, натуральный, качественный состав. Так, ну что, открываем большую банку. Правда, уже парочку банок съели. Ох, что спадает. Ты сначала найди, где опора. Да, где опора. О, вообще, замечательно. О, а в этой банке прям сверху мясо. Обычно открываешь, и сверху мяса нет, оно снизу идет. Ну, вот так смотрится в открытом виде. И, Макс, поковыряй там, ложкой. Сразу уже, о-о-о, о-о-о. Ничего себе, шмагрил от мяса. Кусочки мяса такие знатные. Ну, мы будем разогревать вот кастрюльки. Шматочек так шмотожит. Сейчас на газу разогрем. Ничего, не лепает? Да, и ты открывай свою банку. У тебя будет, как раз, ложь для тебя. Так, Макс, главное мимо кастрюли не высыпай. Да, куски мяса такие знатные прям, капитальные. Капитальные. Больше банки и куски мяса побольше похоже. Слушай, почти, практически, чуть ли не полная кастрюля нам плова получается. Ну, не полная, но прям порция такая хорошая. Добавите водички, пропалите. Да, пропалим щера. Ну, вот, Жекина порция. Сейчас Жека откроет, посмотрим, что там. Сверху немножечко красивая, но она лишняя. Ага, сразу, кстати, цвет другой, по-моему, более какой-то темный. Понюхай. Понюхай? Фруктами пахнет. Угу, пахнет сладко. Именно сладко. Уже не мясной плов, чувствуется совершенно другой аромат. Уже не такой, вот, как я привыкла к запаху плова, а уже идет другой аромат. Да, думаю, тоже водички добавлю. Да, да, да. Мне тоже кажется, вот, лучше в него добавлять воду, тогда получается вкуснее. Его получится и больше. Да, и больше, распаривается. Аромат шикарный. Вот этого. Да, и тут мясной, а тут... Я думаю, водички даже хорошо добавить нужно. Да, да, да. Оно и больше порция сразу получится, и, как бы, мягче рис, и, ну, вообще, вкуснее будет. Все, одна порция греется, вторая готовится. Глянь, какой чернослив, а? Ага. Ого, прям, знатно, знатно, знатно. И вот так, порядком там. Ну, и так выглядит наш стол в готовом виде. Это завтрак. Два разных плова ташкентских, сладкий и с мясом, салатик и вид на прекрасное озеро. Ну, и такую вкуснятию, ну, можно купить в интернет-магазине, по веру. Ссылка в описании, как обычно. Так что, кого заинтересовал все качественный продукт, который мне приятно даже рекламировать, потому что мне нравится. Мы уже третий раз в походных условиях поедаем вкуснятинку. Так что, проходите по ссылке, выбирайте себе. Там много всего. Сюда даже слегка спускаются. Ну, там, как вот по мне, так вертикальная стена. Ну, там небольшой наклончик есть, конечно, но он под таким жестоким углом. Короче, я бы не стала там вот это зависать. Лезут на самый край. Неужели там дальше трава плохая? Наверное, мне нравятся эти ощущения зависания на скал. Что за меня такое подозрение? А водичка хорошая, вот кажется, что типа холодная тут. Нифига, хорошая. Когда-то я еще в рубашке поплавала. Что-то ты мокрая какая-то. Что-то я какая-то. Облепишь. Облепишьно. Да. Зато мне будет теперь не жарко, наверное, в течение полчаса. Ну, уже не жарко. Не, не жарко. Все, теперь и Макс отправился в заплыв. Зак тут причаливает. Макс там отчалил. Макс там, похоже, с веслом экспериментирует. По-разному пробует его. Так, так. Хочет почувствовать, как оно. У каждого свои фишки, я думаю. По ощущениям. Да, я тоже сейчас пойду плавать. А то жарко что-то. Макс там, похоже. Спасибо. Спасибо. Комфорт, приятно, классно, здорово отдохнули. Обалденно. Водичка такая синяя аж. Напрягайтесь, напрягайтесь. Красиво, сверху. Мы даже тут наверх не поднимали. Уже до ворот почти дошли, до местных. Древние что-то. Главное тут остатки асфальта даже есть. Шли-шли, еще на одно озеро поплавать зашли. Красивое озеро, но в дороге прямо тут очень много дыхающих. Ну мы нашли тропиночку, спустились и вот уже парни там ныряют. И тут даже плавает уточка. Одинокая. Я не знаю. Это тебя, наверное, плов догнал. Очень легкая тропа такая. Да.